Витаю, с вами Катерина, а этот выпуск подкаста «Весна о прыде» посвящен Марии Рабковой. Наша коллега, правозащитница весны Марфа Рабкова, уже три месяца находится в СИЗО. Она была задержана 17 сентября. Обвиняется Марфа в статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это массовые беспорядки. Обвиняется по третьей части этой статьи, что довольно необычно. Звучит она как обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности. И все это наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет. Так пытается расценить правозащитную деятельность Марфы. Она координаторка волонтерской службы весны. Сейчас, правда, для властей слово «координатор» имеет такие определенные коннотации наряду с кукловодами. В этом выпуске подкаста мы услышим голос Марфы. Из тех разговоров, которые я успела с ней записать раньше. Заодно мы познакомимся подробнее с тем, чем она занималась и в весне, и помимо весны. А также узнаем последние новости. Как ей сидится в СИЗО? Доходят ли письма? Как поживают коты? Что ожидается дальше? Это нам расскажет ее муж Вадим Жеромский и коты. Одна из деятельностей волонтеров весны — это наблюдение за судебными заседаниями по статье 23.34. Однако эта статья ведь и раньше применялась, и были тоже волны судов, но не такие массовые, как сейчас, когда после каждого воскресного марша и в целом после президентских выборов. Например, вспомним, что осенью 2019 года были парламентские выборы, и статья 23.34 применялась широко к тем, кто в них участвовал. А еще в 2019 году были акции против интеграции с Россией, и опять же всех, до кого дотянулись руки, карали по 23.34. Марфа вместе с волонтерами наблюдала за такими судебными заседаниями. И, среди прочего, Марфа пришла на процесс активиста Дениса Красочка. Сам Красочка на суд не пришел. Как все было тогда, рассказывает сама Марфа. Да, я присутствовала на судебном заседании Дениса Красочки. Он в суд не явился, и я сидела в судебном зале одна, в зале заседания. Вот, и присутствовал там в судебном заседании только судья, секретарь и два сотрудника ОМОН, которые являлись свидетелями. Но они находились на коридоре. И заходит один из сотрудников ОМОН, и он как бы видит только меня, сидящего в этом пустом зале. И когда он начинает давать свои показания, говорит, что он дежурил, по-моему, 8 декабря на площади независимости, у него службу. И вот они, как обычно, у них одинаковые показания, которые под копирку, он начинает говорить, что я видел гражданку, у которой в руках был БЧБ, ну, флаг, и она там выкрикивала что-то. Его как бы перебивает сама судья и говорит, подождите, вы говорите про гражданку? Он говорит, да. И судья показывает на меня пальцем и уточняет у него, вот вы про это имеете в виду? А он поворачивается, смотрит на меня и говорит, да, я говорю про нее. Вот, и судья ему делает как бы замечание, что, а вы знаете, что красочка, его зовут Денис, и это как бы гражданин. Самым сотрудником он немножко был в замешательстве, может, секунд 30, потом он немножко пришел в себя и уже начал говорить в мужском лице, что гражданин, у него флаг в руках там и так далее. Вот, то есть, по сути, мы видим, что для них вообще нет разницы, кто там, у кого проходит заседание. И они просто вставляют фамилии, говорят одни и те же слова, и они даже, то есть, когда они говорят про то, что они кого-то конкретно видели, по существу такого нету, потому что он перепутал меня с Денисом Красочкой. Ну, и как бы мне кажется, что уже отличить нас с Денисом довольно легко. Как мы можем наблюдать, все, что делается сейчас в судах, было и раньше. Свидетели ОМОНовцы, фальсификация вообще свидетельских показаний. Ну, просто сейчас это в огромных масштабах. А с момента этого комментария Марфы прошел год. А теперь переместимся в настоящее время в квартиру Марфы, для того, чтобы в том числе вспомнить еще более давнее ее прошлое. Марфу ждут муж Вадима Жаромски и ее два кота. Они были бездомными до того, как Марфа их подобрала. Ну, вот нет, тиктофон. Ну-ка. Она слепая, да? Да. Вы нашли слепой? Ну, нашли, она когда маленькая была, в подвале, да, с сестрой еще там такие, наверное, сородичи. И у них просто проблемы глазами. Нет, не были слепые. Но была инфекция. Конъективит, наверное. Ну, что-то типа такого, да. Их забрали, там один глаз вроде как нормально еще был. Но в итоге там лечили-лечили, ну, просто исчез. Ну, попал. Почему Марфа? В паспорте Мария, когда она стала Марфой. А это надо у нее спросить, потому что вообще ее никто не называл Марфой. Никогда. Она почему-то в Фейсбуке была, подписалась как Марфа. Но тем не менее это не приживалось. А когда мы с ней познакомились, только я называл ее Марфой. Марфа, Марфа, Марфа. Ну, родственники. Маша называют, конечно. А как вы познакомились? Вы передавали передачу Палиемке? Да, познакомились мы в начале 16-го года. Тогда еще жива такая была движуха под названием «Критическая масса». Велозаезды устраивали люди. В Минске сотни-две людей даже собиралось. И весной 16-го года, по-моему, в апреле это было, был очередной велозаезд критической массы, который закончился нападением ОМОНа. Тогда там человек 10, наверное, задержали. И так вышло, что по уголовной статье Палиенко был задержан. Дмитрий Палиенко. Да, да, Дмитрий Палиенко. И так как я с ним знаком был, и так получилось, Маша была с ним знакома, и нужно было как-то объединить усилия по поддержке, скажем так, начало правозащитной идеи, волонтерства правозащитного. Это было и с ее стороны, и с моей стороны. И нужно было поддерживать человека, попавшего в беду. И на этом фоне мы с ней познакомились. То есть мы носили вместе, организовывали передачки ему, и в целом компанию солидарности с ним. Ну вот так и познакомились в итоге. Перемесямся у Костричник 2019 года. Белорусская правооборонная школа ладит совместно с волонтерской службой весны тренинг под назвой «Як расповедать про правы человека» сирот-организатору и Марфа. В первую очередь мы намагались запрошать на тренинг людей из регионов, потому что в регионах меньше проходят неких мероприемств, люди меньше могут отримать некую информацию о правах человека. И они некая зелеваны. И я отказывалась за технические моменты под час проведения тренинга. Досыць корыстно, досыць якосно сделано, заорганизовано. Дякую за гэта шчиры организаторкам, экспертам и эксперткам. Я из города Гродно. Я пришел поучаствовать, потому что мне, в принципе, интересны всякие активистские штуки. Ну, по сути дела, это мой первый тренинг. И пришла на него сознательно. Самый последний момент, когда вас не виделись. Когда вас губавовцы на улицу взяли. Виделись мы последний момент, именно вот в момент самозадержания. То есть мы шли, задержали нас, выбежали губавовцы из машин своих. То есть одна часть меня под руки повалили, под руки повели. И другая часть на нее набросились. И то есть вот этот последний момент был крайний раз, когда мы виделись. И там уже, учитывая то, что там голову вниз, там землю опускают. И в самый последний момент я видел, как ее уводят в другую машину. Домой ее не привозили. Я один был на обыске. Вот. Я так предполагаю, там самый последний раз, когда мы там где-то рядом были. Это в Губопе самом, ближе к ночи меня привезли в Губоп на разговор так называемый. Ну и естественно там в других кабинетах, там в соседних, она в тот момент находилась. Ну и все, после этого не виделись мы ни разу. Октябрь, ноябрь, декабрь. Три месяца прошло. Да, больше трех месяцев. А письма от нее доходят? Да, начали доходить письма. Когда начали? Ну, спустя месяца полтора. Ну как, они периодически доходили. Там первый месяц, наверное, четыре, может, каких письма там дошло. А потом они просто начали пачками меня закидывать в почтовый ящик. То есть они как бы насобирались все с разных дат? Да, и они даже сейчас, например, суббота, чего, правда, не было. У них какой-то прикол появился. Они вот субботу берут, там закидывают, там за две недели, например, письма. Или там за одну неделю собирается письма четыре. Ну или как они там почитают эти письма, цензуру пройдут и все, они там четыре отправляют. Это могут быть такие письма, например, один раз пришло за сентябрь одно письмо, второе там за октябрь, одно за ноябрь, одно за декабрь. То есть это вот недели две назад, наверное, было. То есть он вообще разнобой такой. Притом они письма некоторые отправляли, ну, с такой задержкой, что она там какие-то информацию какую-то передает, там просит что-то, чтобы ей там передали, например, в передачке. Соответственно, уже время проходит, это уже не актуальная информация, ну, и они вот ее отдают. От меня письма не доходят ей вообще, ну, то есть от нее там вернемся к ее письмам, от нее там штук 30 уже отдали писем, может быть больше, там 35, ну, что-то такое. От меня ей вот в начале сентября два письма отдали, вот. Ты это откуда знаешь? Ну, это она писала в письма. И вот недавно, вот в пятницу пришло письмо, и она в нем пишет, что там письмо номер 8 передали, хотя там я, наверное, что 15 написал. То есть вы номерете письма, чтобы они не запутались? Да, 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 да. И как бы я отправляю там тем же первым классом с возможностью отслеживания письма. И на сайте Биллпочты я смотрю и вижу конкретно письмо. Дошло до СИЗО. То есть это и заказным получается? Ну, что-то типа того, да. Вот, письмо в СИЗО, но, то есть, Маша пишет, что нет, не дали ей эти письма. Вот, я планирую, наверное, написать по этому поводу жалобу. Ну, пусть хоть, может быть, как-нибудь ответят, почему. Потому что, ну, они обычно отвечают, если обычным письмом отправлять, они отвечают, что ничего не приходило. То есть вы ничего не отправляли, никаких письм. Если вот заказным, со штрих-кодами, с номерами, не знаю, что они будут отвечать, тогда скажу, что цензура не прошло. Хотя я уже там максимально вот так вот уже там лайтово пишу, чтобы, ну, то есть вообще ни к чему нельзя было придраться. Посмотрим, что они ответят. То есть от родителей тоже не приходят письма. Ну, одно или два письма, то есть они передали. От сестры, по-моему, два письма только отдали ей. От родителей, наверное, два. От моей матери тоже примерно два письма отдали. Главный, главный ее такой посыл, она говорит о том, что от знакомых людей письма почти не отдают. Только от незнакомых. У нее, наверное, на данный момент штук 250, по-моему, она говорила, писем пришло. Ну, что-то такое. Причем там малая часть именно от родителей. Хотя пишут много родственники. Правозащитник весны Алексей Лойко получил от Марфы письмо, датированное 23 ноября. Он показал мне письмо, и вот что там Марфа, среди прочего, пишет. Я тоже ждала 17 ноября, но знала, что арест продлят. Мне говорят об изменении меры пресечения, но условия меня, мягко говоря, не удовлетворяют. Говорят еще про две статьи. 339-ю, это хулиганство, и 130-ю, это разжигание социальной вражды. Но все станет точно известно только в конце. Планируют до Нового года передать дело уже в суд. Такие вот у меня новости. Но пока по документам только статья 293, часть 3. Во время записи этого подкаста до Нового года остается примерно неделя. Дело Марфы еще не передали в суд. Почему так долго? Кроме того, в середине ноября было принято постановление о продлении нахождения Марфы под стражей. Это несмотря на то, что весна ранее собрала около 200 поручительств от разных граждан, которые готовы были поручиться, в том числе деньгами, за то, что в случае изменения меры пресечения Марфы с ареста на подписку невыезде, она не совершит ничего противоправного и будет дожидаться суда. Вот голоса некоторых из них. И шмат людей готовы минавито поручиться за ЕЕ, як физично, так и вось на папье. То, что я сделала, это наименьшее, что я могу сделать. В ударенном выпадку, мне здаяцца, могла б быть выкористана іншая мера просто стримания для человека, якая была б больше адекватна. Помочь тем, кого незаконно признали виновным. Я готова робить все, что залежит, все, что мы хотим, и Марфа была на свободе. 14 декабря в Доме правосудия в Минске рассмотрели жалобу на постановление о продолжении нахождения Марфы под стражей. Результат не удовлетворили, несмотря на все 200 поручительств. А вот мы с Вадимом сразу после судебного заседания. К слову, оно прошло в закрытом режиме. То есть на нем нам побывать не удалось. Мы сидели в суде несколько часов, чтобы просто дождаться оглашение постановления. Следили за кабинетами, передвижением секретарей, чтобы не пропустить. Владимир, это было ожидаемо, что не удовлетворят жалобу? Да, это было ожидаемо, что не удовлетворят жалобу. Почему? Потому что, к сожалению, суды Республики Беларусь не являются такими уж свободными в принятии своих решений, а руководствуются спущенными откуда-то сверху мнениями о том, кто должен сидеть, а кто нет. А вот эту вставку я делаю прямиком во время монтажа этого подкаста. Буквально минуту назад Вадим сообщил мне, что срок пребывания под стражей Марфы продлен до 17 января. Ну а теперь искусство монтажа. Возвращаемся в квартиру Марфы и Вадима. Это пленка, чтобы они когтями не драли, да? Это должно было переезжать. Эта штука, ну, как-то из всех этих арестов немножко застопорилась дело, и поэтому это сейчас когтеточкой служит. Там все равно государство соблюдает какие-то формальные моменты, то есть там есть статья, и в рамках этой статьи есть какой-то определенный срок удержания под стражей, когда человек под следствием находится. Ну, они, конечно, его по максимуму используют. По 293-й какой там срок максимального удержания под стражей? Он же не может длиться вечно. Вечно не может длиться. Ну, вообще, касательно вот этих всех процессуальных рамок, закона, то в таких делах это могут и не соблюдать. Это может быть просто по щелчку пальца. В воскресенье, например, вечер, там, не знаю, или ночь, если кому-то что-то щелкнет в голове, и они там скажут, вот, все, давайте всех выпускать. И не важно, что в тюрьме все там спят, например, ну, всех поднимут и скажут, идите домой. Вот. Вообще, да, 6 месяцев, 6 месяцев это максимум, который по 293, часть 3 должна Маша находиться под стражей во время следствия. На данный момент времени это вот она 3 месяца пробыла. И то там 6 месяцев, то есть вообще предельный срок по разрешению прокурора. Ну, вот, обычно это там не в 4 месяца по таким статьям укладываются. Но, вот, есть, да, вот эти случаи с тем же Тихановским, с тем же Статкевичем. 6 месяцев они посидели. Выпускать нету команды, нету политического решения высшего руководства, так называемого, Беларуси. Ну, вот, поэтому выпускать нельзя, значит, нужно что-то придумать. Они придумывают, что они просто предъявляют новое винение, какие-то более тяжелые, тяжелые статьи, тяжкие, вот, по которым срок следствия может и до 18 месяцев продолжаться. Вот, к тому же Тихановскому 130-ю статью предъявили, экстремизм, уголовный, вот, разжигание социальной розни. И теперь он может, вот, еще плюс 18 месяцев сидеть в СИЗО. Ну, сейчас, понятно, начали судить, в основном, людей по вот этим статьям. Якобы, насилие над сотрудниками милиции. Вот, их в первую очередь решили всех присадить. Ну, потому что там и вроде как попроще дела. Там это люди, которые были на месте, были на каком-то митинге. И вот это уже для суда, для следствия, почему-то считается, вот, уже доказательством вины. Вот, их сейчас судят, там уже очень много людей. А вот, что касается Маши, что касается, там, того же, там, не знаю, Тихановского, Статкевича, Статкевича, Тихановского вообще, там, посадили еще задолго до начала протестов. И что-то можно предъявить этим людям вообще не ясно. То же самое Маша. Маша не участвовала, то есть, ни разу не в одном массовом мероприятии, вот, с начала августа по июлю, там, по июню, в рамках Control by, да, наблюдателем была. То есть, вот ее присутствие на массовых мероприятиях, к чему сводилась, то есть, именно мониторинг митингов, шествий и пикетов. Кстати, о наблюдении за мирными собраниями. Это еще одна часть деятельности волонтерской службы Весны и Марфы в рамках инициативы Control by совместно с Белорусским Хельсинским комитетом. Задача такого независимого наблюдения – это мониторить то, было ли собрание мирным, зафиксировано ли там нарушение прав человека, сколько вообще людей поучаствовало в нем и сколько тихарей, то есть, сотрудников не в форме, там находилось. Пожалуй, всегда в отчетах по мониторингу мирных собраний среди рекомендаций значилось вот это. В ходе мирного собрания отсутствовала возможность идентифицировать большую часть сотрудников правоохранительных органов, так как они были в гражданской форме одежды, без идентификационных знаков. Это наблюдалось и 7 июня 2020 года. Тогда на Комаровке в Минске был сбор подписей за альтернативных кандидатов. И если помните или видели на видео, очереди там были просто огромные. Люди стояли по три часа, а волонтеры весны мониторили это собрание. Среди выводов в отчете по 7 июня был и этот. Зафиксирован факт угроз и давления со стороны одного сотрудника правоохранительных органов в отношении наблюдателей. И вот в тот день, 7 июня, я спрашивала у Марфы, что произошло. А вот что. В одном из дворов, который находится напротив Комаровки, было видно, что там находится достаточно много людей в штатском. Они там стояли, координировали какие-то действия. Они были с рациями, в рубашках. То есть тут уже как бы несложно предположить, что, скорее всего, они не просто рядовые сотрудники, а занимаются конкретно координацией людей в штатском и не только. И мы решили сходить в один из этих дворов, чтобы посмотреть, что там вообще происходит, сколько там машин. И уже когда мы отошли немножко от этого места, к нам подскочили двое сотрудников штатском. И один из них очень близко ко мне подошел, почти вплотную лицом к лицу, и начал кричать, что пошли вон отсюда. Если вы хотите заниматься своим контролбай, так занимайтесь там, а не здесь. Кто вы вообще такие, чем вы себя возомнили по отношению к нам? Кто вы, а кто мы? Как бы всё довольно было эмоционально, и такая ситуация была довольно стрессовая. Если честно, я уже не смогу там точно сказать, что он говорил. Но я помню отлично, что прозвучало слово провокация, потому что в своей голове я прокрутила мысль, что как бы кто тут ещё провокацией сейчас занимается. И ситуация была довольно такая накалённая. Я понимала, что если мы сейчас как бы что-то вдруг себя повезём не так, резко как-то дёрнемся, либо что-то резко скажем, то из-за этого могут быть какие-либо последствия. Мы спокойно ушли, но ситуация интересна с точки зрения того, что мы имели право там быть. И в принципе мы, даже как обычные граждане Беларуси, могли смотреть, что происходит во дворе, фиксировать там каких-то людей и так далее. Это очевидно угроза в отношении наблюдателей по тому, насколько это агрессивно происходило. То есть если даже как бы не было каких-то насильственных угроз, но сама ситуация была довольно накалённая. Кстати, в тот же день, про который рассказывает Марфа, 7 июня, Павла Северинца задержали после его выступления на Комаровке. Его голос и выступление, кстати, можно услышать в 7 выпуске подкаста. Он называется «Як распознать стихора». Кстати, это самый прослушанный выпуск нашего подкаста из всех. А Северинца до сих пор так и не выпустили. Сначала ему накидывали административные сутки, срок за сроком. И на одном из его судов 18 июня побывала Марфа. И вот примерно тогда же я взяла у неё вот этот комментарий. Павел Северинец ходатайствовал о том, чтобы процесс вёлся на белорусском языке. И хотя я наблюдала до этого, что пару раз люди тоже просили о том, чтобы вёлся на белорусском, но обычно их не удовлетворяли. В этот раз, на удивление всех, судья решил вести процесс на белорусском языке. И, естественно, свидетели, которые являлись сотрудниками милиции, сотрудниками ОМОНа, их опрашивали на белорусском языке. Как оказалось, они не были готовы к этому. Когда они подходят к такой импровизированной стойке, то есть они становятся к стойке, чтобы давать показания, у них всегда задают такие базовые вопросы о имени, фамилии, месте проживания и какое у них образование и семейное положение. И один из сотрудников, который представился Королёвым, вот он ответствовал на первых два вопроса, потом у него была заминка, и судья у него переспрашивает, там, ваша адукация. Королёв говорит, что? И судья говорит, адукация. Но видно, что Королёв молчит, он не понимает, что это за слово. И уже когда судья начал говорить, там, высшейша, альбо сяредняя, только тогда уже Королёв, если я не ошибаюсь, сказал, что сяредняя. То есть он не знал, что такое слово адукация на белорусском языке. Ну и, в принципе, с моего опыта наблюдения за судами и с тем, что я опрашиваю волонтёров и волонтёрок о том, какие там ситуации происходили, и, к сожалению, мы пришли к выводу, что сотрудники ОМОН, у них как-то... их речи, они не столь изобилием влещут каких-то слов, и их показания не настолько чёткие. Северенцу на том же суде дали очередные 15 суток, а месяц спустя, в июле, правозащитники признали его политзаключённым. Спустя же два месяца была задержана и сама Марфа. Так, Марфей, хватит беситься. Марфей, иди сюда. Марфей, но. Слушай, а Марфа же каждые выходные ездила в кошачий приют? Да, она... Ну, не только бывало выходные, бывало несколько раз в неделю, как-то там, я не знаю, получалось. Если там, например, в приюте не хватало волонтёров, она там два-три раза в неделю могла поехать в приют, там, например, утром ездит, там вечером приезжает, у неё такой досуг, она там отдыхала так. Ну, она там и работала, мыла котов, да? Ну, да, да, да. Там несколько таких типа домиков, которые разбиты такие на отсеке. В одном там домике, по-моему, только коты, в другом там только собаки. Ну, и том, в чём заключается, нужно выгулить, например, всех собак. Там, например, 15 собак, ну, это каждого там минут по 20 нужно выгулить. Вот ты идёшь, там вот одного пошёл, выгулил. Потом второго пошёл, выгулил. Потом там помыл их, покормил. Потом там и котов покормил, тоже там помыл, ещё что-то сделал. В этом заключалось. Ну, естественно, там поиск помощи. Там в интернете постоянно реклама от котов, собак, чтобы их забрали на передержку, либо там поиск новых хозяев. Так в этом заключалось всё волонтёрство. Вот она последние лет 7, наверное, этим занимается. Ну, вот я сейчас переживаю, что вот не может этого делать. Ну, написала в письме, что вот сейчас ходила, вот отдохнула бы, вот собака погуляла бы. Не получается. Там Маша уже тоже котов высмотрела. Там, получается, у неё там рядышком, как-то у неё какая-то крыша. И... И загнася зон. Да, да, да. И там окна же тоже вот эта проблема белорусских тюрем, что вот эти реснички на окнах. И решётки. Да, решётки. Сама вообще решётка и плюс реснички. То есть вообще ничего не видно. Постоянно в помещении, в камере постоянно темно. Постоянно говорит свет. То есть ты не видишь света дневного. И, ну, там вот, как правило, в этих ресничках такие маленькие-маленькие дырочки иногда просверливаются или там выколупываются как-то. То есть ты можешь там краем глаза через эту маленькую дырочку, она вот размером там за глазок, наверное, дверной, ты можешь посмотреть, что там на улице происходит. А у неё видна крыша, и вот по этой крыше баталии устраивают битву за территорию коты с воронами. То есть она периодически ворон там видит, а периодически котов. То есть она была только-только-только туда попала и увидела вот этих, что там коты живут. Там сразу же на ближайшем там обходе попросила у контролёров, чтобы котов покормить. Вот, сказала, что даже готова там свой хлеб вот этот дальше, чтобы там котика покормили. Не знаю, выполнили её требования или не выполнили. Даже там вот ухаживают за живностью. Но так она вообще, да, жалуется на то, что там уже почти три месяца не водили на прогулки и в последнее время только выходят в отборики и то там на полчаса, тяжело без свежего воздуха. Ну, не знаю, в чём дело. Там эти прогулочные дворики тоже два на два метра, высотой метр четыре, и там просто залитый бетон такой серый и под ногами грязь какая-то. Вот и вся прогулка. А сверху стоят эти контролёры там с оружием и ходят, смотрят, как ты дышишь воздухом. Тоже издевательство. Почти ровно год назад вместе с волонтёрской службой весны мы провожали уходящий 2019 год и встречали 2020. И тогда мы записали такое поздравление. Там есть и голос Марфы. Волонтёрская служба весны. Веншуя. С Новым Годом! А сейчас, в конце 2020 года, мы записали Марфе такое послание. Марфа, мы тебя ждём! На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, благодаря этому выпуску вы узнали о Марфе чуточку больше. От меня просьба расшаривать этот выпуск подкаста, делиться с друзьями, репостить, чтобы как можно больше людей его послушало. Потому что огласка помогает, какой бы безвыходной ни казалась ситуация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова